У вас не работает Wi-Fi, невозможно подключиться к сети. Как исправить, если не работает Wi-Fi? В первую очередь проверьте здесь настройки сети. У вас может быть стоять в режим в самолете, поэтому у вас Wi-Fi не работает. Отключаем режим в самолете. В итоге у нас сети все равно нет. Для этого смотрим нашу сеть. Переходим в параметры сети интернет. Ethernet. Настройки параметров адаптера. И видим, что беспроводная сеть отключена. Из-за этого у нас Wi-Fi не работает. Поэтому правой клавиши включить. После того, как мы включили Wi-Fi, у нас автоматически сеть начинает работать. Как видим, сюда если мы нажмем, автоматически появилась Wi-Fi, наша сеть. И подключаемся к нашей сети, введя пароль. Мы подключились к Wi-Fi сети. Но если вдруг у вас Wi-Fi сеть все равно не работает, вам нужно забыть эту сеть. Переходите в параметры сети интернет. Выбираете Wi-Fi управление известными сетями. И выбираете ту сеть, которая у вас была. Просто забыть сеть. Выбираете забыть сеть. Заново вводите пароль. Если у вас компьютер, то на компьютере Wi-Fi адаптера физически нет у вас. Вам нужно приобрести внешний USB Wi-Fi адаптер. Или приобрести PCI Wi-Fi адаптер. Который подключается в разъем на материнской плате на PCI Express. В итоге, таким образом, к компьютеру вы подключаете Wi-Fi. Без этого вы не сможете подключиться. Вы только по локальной сети, по кабелю можете подключиться. Или он у вас срывается, как у меня. Срывается Wi-Fi. Нет подключения к интернету. И в итоге все. Сеть пропадает. В этом случае, правой клавишей этот компьютер управление. Диспетчер устройств. Выбираете сетевые адаптеры. Ищем ту сеть, которая у нас проблемная. У меня вот есть Bluetooth адаптер Broadcom 802.11n и Realtek. Это сетевая карта. А вот Broadcom это наш Wi-Fi адаптер. Выбираем его. Драйвер. Если есть возможность, то откатите драйвер. В итоге, когда вы выберете откатить драйвер, будет возвращено по умолчанию тот драйвер, который был предустановлен вместе с Windows 10. В итоге вы вернетесь на тот самый драйвер. Если не помогает, то удалите устройство. Вы просто выбираете удалить устройство. Удалить программы драйверов для этого устройства. Удалить. Теперь нужно скачать драйвера с официального сайта производителя ноутбука. Здесь ищем драйвера для Wi-Fi карты. Выбираем сетевые подключения беспроводные LAN. Как для Broadcom, так и Realtek Wireless LAN. Если вы не знаете, какой из этих драйверов, то пробуйте скачать каждый из них и установить. В итоге скачивается сам драйвер. Запускаем наш драйвер. Выбираем просто Next. И устанавливаем этот самый драйвер. Теперь требует перезагрузить компьютер. Нет, перезагрузить компьютер позже. Готово. После перезагрузки компьютера ваш Wi-Fi адаптер начнет работать. Если у вас вдруг Wi-Fi не работает все равно, то вам стоит приобрести внешний USB Wi-Fi адаптеры, потому что вы не можете перезагрузить компьютер. То есть, если вы не хотите, но это не будет перезагрузки. Вы не можете перезагрузить компьютера один из них. Если вы не хотите, то, чтобы вы не будете загрузки, чтобы вы неyeonнуть. И так же, если вы не хотите, это еще не хотите. Между этого событий, который вынести в komplett.